В эфире Ветовечерний Вестник. Я Екатерина Рухтина. Здравствуйте. Об основных событиях этого дня в Прикамье расскажем в ближайшие 20 минут. Смотрите сегодня в выпуске. Кубок губернатора Пермского края по КВН. Кто выиграл главный приз? По итогам прошлого года Пермский край входит в 20-ку национального туристического рейтинга регионов. В планах у краевых властей к 2035 году войти в десятку туристических регионов России. Для этого в Прикамье будет создан протяженный маршрут, который объединит Пермь с самыми северными территориями края. Тему продолжит Анастасия Петухова. Удивительно, что в Чердень туристы до сих пор могут попасть просто так. А ведь тут могли бы продавать входные билеты сам город в настоящий музей. Здесь находится более 100 памятников архитектуры. Так что прогулка по улице – это уже экскурсия. Пермские боги родом из Чердени. В сокровищнице местного краеведческого музея 55 предметов деревянной скульптуры. Это те предметы, которые мы все знаем, и мы их постоянно видим в художественной галереи, а они именно отсюда, с этой территории. Новую экспозицию оценил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочего визита в Чердень. Уже в следующем году музей переходит в региональную собственность. Ответственность за сохранение и реставрацию объектов берут на себя краевые власти. Это очень большой толчок вперед для развития музея и территории. Потому что дополнительные штатные единицы – это дополнительные рабочие места для людей. Туризм на территории Черденского городского округа – это перспективное направление экономики. На выездном заседании правительства был представлен туристический маршрут «Доступный Урал», который соединит краевую столицу с северными территориями – Соликамском, Усольем, Березняками, Красновишерском и, конечно же, с Черденью. По итогам 2020 года Пермский край, как сказал Дмитрий Николаевич, входит в 20-ку национального туристического рейтинга. И есть задача войти в десятку, но я думаю, что мы это сделаем до 2030 года. Задача краевых властей – сделать регион не только привлекательным для туристов, но и комфортным для жителей. Так, благодаря региональной программе, медицинские кадры Пермского края удалось привлечь необходимых специалистов. Сегодня здесь ждут семью медиков из Ханты-Мансийского автономного округа. Считаю, что в ближайшее время, благодаря действию данной программы, заметно улучшится качество и доступность медицинской помощи населению отдаленных территорий. Вот дом, который предоставит семье врачи, а это новый лечебный корпус районной больницы. К следующему этапу строительства здесь приступит в феврале ситуация на личном контроле главы региона Дмитрия Махонина. Мы стараемся торговать и выбирать подрядчика не только на проектные работы, но и сразу на строительно-монтажные работы. Поэтому задача в следующем году завершить строительную часть полностью данной работы и, если не в следующем году, то в начале 2023 года получить лицензию и передать больницу людям. Чердынь меняется к лучшему. Глава региона оценил новую модельную библиотеку, виртуальный концертный зал и кинотеатр. Нашлось время и для новогоднего чуда. Губернатор принял участие в акции «Елка желаний». Тем временем ситуация с распространением коронавируса в регионе продолжает стабилизироваться. В Прикамье впервые с середины октября за сутки выявлено менее 600 заболевших, плюс 593 новых случая. За сутки от вируса умер 21 пациент. Стоит отметить, что за время пандемии при исполнении служебных обязанностей от коронавируса скончались 11 медработников. Еще 40 человек с COVID-19 скончались не на рабочем месте. Имена погибших на рабочем месте пермских медиков внесены в федеральный список памяти, где содержатся данные о врачах, медсестрах, водителях скорой помощи, лаборантах, санитарках и других сотрудниках. Жители одного из пермских многоквартирных домов жалуются на некачественные коммунальные услуги, а именно отопление. Счета на оплату от ресурсоснабжающей организации приходят высокие, а температура в квартирах при этом низкая. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Татьяна Федоровна уже готова мириться с высокими платежками за отопление, но только если в квартире будет тепло. А пока, по ее словам, качественную услугу ни сама Татьяна, ни другие жители дома полуночарского 26 в Перми не получают. У нас на 12 этаже самая теплая квартира – это 80-е. На сегодняшний день у них 19 градусов. На 11 этаже женщина всегда жалуется, у нее только 15 градусов. На сегодняшний день у меня температура 17 градусов. Видимо, с 1 по 5 у них тепло, а свыше 6 и по 12 уже прохладно. Ну, холодно, можно сказать. Жильцы уверены, основная проблема дома – это старый бойлер в подвале. Оборудование изношено, так еще и работает на три дома сразу и с нагрузками не справляется. Это бойлерная установка. Она уже старенькая, отслужившая. Вот, свой срок. Мы, когда управляющую компанию принимали, идеальную компанию, когда мы соглашались, что она будет работать у нас, значит, они обещали вот крайний срок, который прошел летом, что они поменяют на другую, так сказать, систему. Впрочем, директор «Рука» идеальная компания Максим Жуков по телефону сообщил, все необходимые мероприятия в рамках подготовки к отопительному сезону компания выполнила. А капитальный ремонт бойлера – обязанность ресурсоснабжающей организации, которой и передано имущество. То есть, есть распоряжение для расходной администрации от передачи имущества. То есть, это все происходило официально. Разбираться, кто виноват, теперь будет инспекция государственного жилищного надзора. Жильцы уже написали заявление. ИГЖН приведет замеры температуры в квартирах и на вводе в дом. Если нарушения подтвердятся, жители могут получить перерасчет. Виктор Козеев, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Тысячи выздоровевших пациентов, сотни уникальных операций и десятки высококвалифицированных специалистов. Пермско-городская клиническая больница номер 4 отметила свое 35-летие. Свой праздник четверка решила отметить необычно – презентации книги. Тему продолжит Максим Суханов. Уже 30 лет каждый рабочий день у Ольги Бажиной начинается одинаково – с обхода пациентов. Ольга – палатная медицинская сестра травматологического отделения клинической больницы номер 4. Слухи о ее профессионализме и заботе о пациентах вышли уже давно далеко за пределы знаменитой четверки. Здравствуйте. Александр Александрович, здравствуйте. Как ваше самочувствие? Нормально, все хорошо. Любой труд должен быть отмечен. Особенно ценно, когда твой труд отмечает лично главный врач больницы. Четверка в этом году празднует 35-летие. Помимо Ольги Бажиной, благодарственными письмами и грамотами губернатора Пермского края были отмечены 70 сотрудников больницы. Все, что мы делали и под каким девизом условно мы жили все эти годы – это сделать условия пребывания пациента в больнице и сделать условия нашей работы как можно более комфортными. Это раз. Второе – это, безусловно, оборудование. Самое современное оборудование и на сегодняшний день четверка им гордится. И еще очень немаловажно – это самые современные технологии. Здесь, в актовом зале клинической больницы номер 4, в этом году появились 5 портретов выдающихся врачей, которые вынесли неоценимый вклад в развитие больницы. Все они были написаны одним художником в течение года маслом на холсте. Работать с данной серией портретов было сложно, потому что это были люди уже, к сожалению, ушедшие. Я их лично не знала. И мне приходилось работать с фотографиями. Причем, что у многих фотографий, как таковых, хороших не было. То есть это надо было смотреть личные архивы, которые Андрей Владимирович мне предоставлял. Он же находил какие-то фотографии из домашних каких-то там коллекций. Я очень горжусь этой серией. И я чувствую огромную ответственность, возложенную на меня. На мероприятии коллектив больницы и гостей ждал еще один сюрприз – презентация книги, посвященной юбилею четверки. Книга содержит 35 историй о больнице в лицах, живые фотографии, интересные рассказы врачей, медсестер и тех, кому в этих стенах спасли жизнь. В завершении Андрей Ронзин отметил – 35 – хороший возраст, как для человека, так и для развития учреждения. Это боевая юность, когда уже за плечами накоплен немалый опыт, но есть силы двигаться вперед. Что-то подсказывает, что так оно и будет. Здесь своим принципам не изменяют. Максим Суханов, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Высокие темпы инфляции этого года отразились не только на обычных покупателях, но и предпринимателях. Как отмечают эксперты, они стали чаще брать кредиты на выживание своего бизнеса. Правда, своими силами не всегда можно получить одобрение от банка. И здесь на помощь приходят специализированные компании. С подробностями мой коллега Антон Шибанов. Центральный банк Российской Федерации на своем последнем заседании поднял ключевую ставку до значения в 8,5%. Кроме прочего, это означает, что вырастут в том числе и ставки по кредитам. Ну а поиск длинных и дешевых денег становится более сложным. Но между тем вопрос о том, чтобы их иметь, как никогда актуален, но в том числе для малого и среднего предпринимательства. Как достать длинные и дешевые деньги, об этом поговорим с нашим гостем. В нашей студии Наталья Саранская, руководитель Центра финансового консалтинга «Золотые двери». Наталья, добрый день. Добрый день. Среди прочего, вы занимаетесь помощью в привлечении финансов. С какими трудностями, в принципе, сталкивается сегодня бизнес? Насколько сложно привлечь деньги и где их взять? Сегодня, на самом деле, привлечь бизнесу финансы очень нелегко. Будь то оборотное финансирование, бизнес-ипотека или проектное финансирование. И причиной, на мой взгляд, этому большое количество предложений сегодня на рынке. Бизнесу очень легко сориентироваться в таком большом потоке информации. Ну и, кроме этого, бизнес не знает внутренние механизмы рассмотрения кредита в банках. Когда бизнесу нужны финансы? Бизнес, обычно собственник бизнеса, ставит эту задачу бухгалтеру. У бухгалтеров достаточно узкое представление о банках и банковских продуктах, куда обычно идет бухгалтер. Он обращается либо в два топовых основных банка, либо в банк, где обслуживается компания. Но и, собрав большой пакет документов, зачастую клиент либо получает отказ, либо финансирование не на самых лучших условиях. Хорошо. Как в такой ситуации поможет ваша компания? Чем вы можете помочь клиенту? На первом этапе мы просим клиента предоставить минимальный пакет документов, чтобы посмотреть на клиента глазами банка. Это помогает нам выявить основные потребности клиента, проанализировать его и подобрать ему оптимальный продукт. С учетом того, что мы знаем все продукты банков, мы знаем требования банков, и мы можем клиенту подсказать, что необходимо сделать, чтобы грамотно подать заявку в банк. Как необходимо подготовиться к заявке. Какие самые востребованные продукты на рынке кредитования сегодня для представителей малого и среднего бизнеса? Да. Представители малого и среднего бизнеса сегодня испытывают несколько болей. Это большой объем пакета документов, это долгое рассмотрение. Поэтому сегодня топовыми продуктами является кредитование без залога до 10 миллионов. Ставки неплохие от 11,5 до 15 процентов в зависимости от кредитного рейтинга заемщика. Но самое главное это то, что заявка рассматривается всего за три дня. По-прежнему очень востребованными продуктами являются небольшие кредиты до 5 миллионов, которые предоставляет наша пермская микрофинансовая компания пермского края. Потому что ставка по ним всего 5 процентов годовых. Но и еще один продукт, который я бы выделила, это кредитование на покупку коммерческой недвижимости. Есть сегодня ставки от 6,5 процентов. Это очень низкая ставка с учетом того, что вы сами сказали. Сегодня ключевая ставка 8,5. То есть риск того, что она в скором времени повысится достаточно велик. Это лишний повод нашим телезрителям поскорее воспользоваться вашими услугами в том числе. Хорошо, вы работаете только с малым и средним бизнесом или у вас есть предложение для крупника, для крупных предприятий? Сегодня мы работаем не только с малым и средним бизнесом. Работаем также и с крупным бизнесом. Сегодня мы реализуем проектное финансирование, финансируем заводы с нуля. Чек у нас привлечение превысил 1 миллиард рублей. Соответственно, да, это более глубокое погружение, но тем не менее это очень интересно. Увы и ах, в Перми крупного бизнеса не так уж и много. Поэтому вы открыли офис в столице нашей родины, в Москве? Все так, Антон. Действительно, мы открыли офис в Москве. Это позволило нам расширить портфель наших клиентов и обеспечило нам приток крупных клиентов. Мы сейчас работаем по всей России. У нас есть клиенты из Воронежа, из Сургута. По сути, это вся география полностью России. Сегодня можно работать удаленно, чем мы и занимаемся. Ну, я так понимаю, что речь идет о суммах уже не 5 миллионов рублей, а 50 и больше. Прекрасно. Ваш совет для собственников бизнеса, для предпринимателей, которые как раз находятся в поисках финансов? Что бы я посоветовала предпринимателям? На самом деле я бы посоветовала свою личную консультацию. Но это звучит как прямая реклама. Но я думаю, что с учетом всего, о чем мы сейчас поговорили, собственники бизнеса сами сделают выводы и придут ко мне, чтобы услышать тот самый анализ и те самые рекомендации, которые помогут им сократить и время, и сэкономить деньги. Ну, а остальным я желаю просто счастья в наступающем новом году и успехов в бизнесе. Спасибо вам большое. Наталья Саранская в нашей студии, руководитель Центра финансового консалтинга «Золотые двери». Спасибо. Пермь заиграла новыми красками. На 11 фасадах зданий на Комсомольском проспекте включена архитектурная подсветка. В различных режимах подсветка проспекта будет работать на Новый год и в другие праздничные, а также будние дни. От 50 до 250 лампочек установлено на домах Комсомольского проспекта. Архитектурная подсветка функционирует уже на 11 фасадах зданий. Лампы здесь, они своего рода уникальные тоже. Здесь находятся в каждой лампе 4 цвета. Они объединены общей такой линзой, что позволяет создавать множество разных оттенков. И эти оттенки, они у нас такие вот создают теплые цвета, чтобы не создавать засветку в окна жителей. И не мешать, естественно, там в ночное время жителям города отдыхать. Все это работает у нас в нескольких режимах. Количество режимов у нас неограничено, так же, как и количество цветов. Режимы также можно будет менять в зависимости от праздничных дней. Либо это выходные дни будут, либо просто обычные будни. Пермяки, путь которых пролегает через Комсомольский проспект, по достоинству оценили украшенную улицу. Я вообще огни люблю. И любые огни украшают город. Вообще очень празднично становится. И дома видны. И будем жить, как в Европе. На мой взгляд, город просто оживает. У нас Комсомольский проспект значительно преобразился. Я надеюсь, что это еще не все, что у нас еще запланированы какие-то улучшения. Все-таки у нас впереди трехсотлетие нашего города, главный праздник. Архитектурный облик главной улицы Перми оценил и глава города Алексей Демкин. Жители, собственники домов, они с этой архитектурной подсветкой, на самом деле, только выигрываются. Да, то есть это будет, во-первых, красиво, во-вторых, это бесплатно будет за счет бюджета. Ну и сейчас, я думаю, что народ увидит, что это все красиво, эстетично. И, конечно же, я думаю, что это и повышает, опять же, рыночную стоимость объектов недвижимости, находящихся в этих домах. Да, несомненно, это так. В прошлом году подрядная организация установила праздничную иллюминацию на опорах наружного освещения на участке проспекта от улицы Монастырской до улицы Екатерининской. Она будет работать параллельно с освещением домов. Все это входит в комплексное благоустройство улицы в рамках подготовки к трехсотлетию Перми. Город действительно меняет свой облик. Видно, заметно готовится к празднованию трехсотлетнего юбилея. Я считаю, что архитектурная подсветка – это то, что нам необходимо в рамках реконструкции Комсомольского проспекта все-таки реализовать, для того, чтобы он осовременился, стал еще краше. В следующем году подсветка появится еще на 30 домах на Комсомольском проспекте и улице Ленина. В целом к трехсотлетию города архитектурное освещение планируется оборудовать на 80 домах только по Комсомольскому проспекту. Валерия Ермакова, Виктор Морозов, телекомпания «Ветта». Восемь команд всех лиг чемпионата при Каме сразились в юмористическом мастерстве за кубок губернатора. Вне конкурса на сцене выступила уже звездная команда – сборная КВН Пермского края. А в конце мероприятия чемпионов высшей лиги КВН ждал необычный сюрприз. Подробности далее. Мы с девчонками решили подготовиться к новогодним праздникам. Я там, ада, я ведущая. Это как? Ну это то же самое, только не пьешь. Последний прогон перед выходом на сцену – своеобразный ритуал. Пермская команда КВН без вариантов в мире юмора уже не первый год. Все шутки, как и положено команде, стараются писать вместе. Какие-то эпизоды подкидывает сама жизнь. Над чем-то приходится подумать. Бывает тяжело, когда нужно срочно что-то закрывать, дописывать какие-то шутки. А сил на это, возможно, нет. Возможно, уже утро, и прямо через несколько часов надо что-то показывать. Иногда бывает сложно. Но в основном мы играем в кайф, в удовольствие. И в дружеской атмосфере рождаются какие-то юморески. В дружеской атмосфере за кубок губернатора на эту сцену вышли побороться 8 команд всех лиг чемпионата при Камье. В кубок включили один конкурс в жанре приветствия. Шутили ребята на актуальные темы. Ну и, конечно, какой кубок губернатора без шуток про самого главу региона. На юмор ребята не скупились. И что это такое? Ну, сейчас Дмитрий Николаевич уедет какое-то талантливое, заберет меня к себе. В администрацию Пермского края. Ну, хотелось бы, конечно, семью. Вне конкурса на сцену вышла сборная КВН Пермского края. В этом году команда впервые в истории при Камье победила в высшей лиге КВН. С победой сборную поздравил глава региона. Я в очередной раз убедился, что движение КВН Пермского края самое лучшее. Здесь же на сцене сборной преподнесли в подарок Ниву. Игорь, ты сказал, что есть у тебя такая мечта и просьба. Ну, вот такой сюрприз. Кубок губернатора 2021. Подарок преподнес генеральный партнер лиги – Уральский завод противогололедных материалов. Машину удалось найти и подготовить буквально за сутки до вручения. Игорь Александрович, благодаря его шутке, получился реальный настоящий приз от губернатора и от нас – это автомобиль. Поэтому вот так, ну, как все в КВН, знаете, спонтанно, быстро, весело. Каждому хочется быть сопричастным к каким-то таким большим достижениям. Вот и наша компания тоже выбрала КВН как то, наверное, то мероприятие, где можно самореализовываться. Большой кубок губернатора на этот раз достался сборной РЭУ имени Плеханова «Счастье не за горами». Ну а победную игру сборной КВН Пермского края в эфире Первого канала покажут 2 января. Антон Шибанов, Екатерина Рухтина, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Это были все новости на сегодня. Спасибо, что провели время с нами. Я, Екатерина Рухтина, прощаюсь и желаю хорошего вам вечера.